Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и мы обсуждаем такую тему, как тыква, когда ее собирать, сроки сбора тыквы, также как правильно ее хранить. Наверное, самая удобная и известная информация, которая подскажет, когда же вовремя собирать тыкву, это та информация, которая находится, как правило, на задней стороне пакета, из которого вы доставали семена, высевая тыкву весной. Но если у вас нет информации о сортовых каких-то особенностях тыквы, о биологических сроках ее созревания, если, например, погодные условия отличались от нормы погодных условий, характерных для вашего региона, то тогда будем ориентироваться на внешний вид плодов. Первое, на что стоит обратить внимание, это на окраску кожуры плода, на его твердость, например, при нажатии на тыкву пальцами необходимо убедиться, что кожура твердая, что нету никаких выдавливаний. Легкое прогибание кожуры допускается для тыкв, которые относятся к категории мускатная сорта. Следует особое внимание обратить на интенсивность окраски кожуры. Например, для крупноплодных тыкв, для тыкв, которые относятся к категории твердокорох, которые ярко-оранжево окрашены по сортовым характеристикам, при слабой окраске плодов, мы не получим достаточно полной уверенности о том, что эта тыква уже готова к сбору. Поэтому необходимо повременить в таком случае со сбором урожая тыквы. Если у нас наряду с ярко насыщенной окраской на кожуре тыквы присутствует характерный признак, который называется рисунок кожуры, в частности, это могут быть какие-либо продольные полосы, может быть сетчатая какая-то структура рисунка, это могут быть иные варианты окраски кожуры. И как только вы заметите на плодах тыквы характерные рисунки на кожуре, то тогда можно уже приступать и к сбору урожая. Также, если вы считаете, что морфологических признаков недостаточно, вы можете разрезать плод, посмотреть структуру его мякоти. Мякоть должна быть плотная, семена должны быть в твердой оболочке, если, конечно, это не сорта из категории голосемянная тыква, для которых оболочка, в принципе, отсутствует. И также мякоть должна быть интенсивно окрашенная, ни зеленая, ни светлая. Это все будет признаки биологического созревания нашей тыквы. Для того, чтобы происходило более интенсивное и равномерное созревание плодов тыквы на участке, необходимо осмотреть кусты. Например, когда мы подходим к плети, на которой находится тыква, и у нас уже, как сейчас, например, середина сентября, и завязываются вместе с этим новые тыквы, даже есть варианты, когда формируются цветки, то нам необходимо принять решение о том, что мы будем прищипывать все лишние, удаляя все лишние плети, удаляя все лишние цветки, маленькие плоды, поскольку нам необходимо сконцентрировать все внимание растения на то, чтобы оно отдало максимальное количество своих питательных веществ на формирующийся плод. Поэтому, если у вас пока еще позволяют погодные условия, не спешите с уборкой, отсчитайте 3-4 листа, которые находятся после тыквы на плете, а все остальное просто отщепните. Если еще само растение будет характеризоваться наличием листвы, то для лучшего дозаривания наших тыкв необходимо освободить их, удалив лишние листья. Также, если прогнозы погоды переменчивы, и вы не совсем им доверяете, ориентируйтесь на те внешние признаки, которые вам будут подсказывать сами растения. Например, если у вас на участке растут такие прекрасные цветы, как георгины, они крайне нечувствительны к заморозкам, и ориентируясь на то, повреждены георгины морозом или нет, можно принять решение о том, что пора собирать тыкву или нет. Если у нас георгины уже почернели, то есть были устойчивые зимние заморозки, это первый сигнал к тому, что все уже точно, собираем тыкву и относим ее на дальнейший осмотр и хранение. При сборе тыквы необходимо оставлять черешок, так называемую ручку для переноса тыквы, для того, чтобы препятствовать развитию в дальнейшем при хранении различной инфекции. Перед тем, как мы будем закладывать тыкву на хранение, обязательно осмотрим все плоды на наличие развития каких-нибудь гнилей. Если таковые имеются, то, к сожалению, такие тыквы долго не пролежат. Если у нас плоды тыквы будут повреждены небольшими трещинами, то для их лучшей сохранности можно использовать такой нехитрый прием, как промазывание этих трещин зеленкой. Поверьте, этот обычный способ будет препятствовать развитию поверхностной микробной инфекции, и тыква пролежит значительно дольше. Иногда удается слышать такие комментарии, как собрали тыкву, а она невкусна. Необходимо помнить, что тыква, относящаяся к семейству тыквенная, в процессе вегетации, как я уже говорила, накапливает крахмал, и для того, чтобы он трансформировался в сахара, необходимо определенное количество времени. Поэтому не спешите употреблять тыкву сразу же после сбора. Дайте ей хотя бы недельки три для того, чтобы она полежала, для того, чтобы крахмал преобразовался, и тогда можно с уверенностью и угощать, и пользоваться тыквой, поскольку она уже приобретет свою характерную накопленную сладость. Если вы выращиваете твердокорые тыквы, то их рекомендовано убирать до середины сентября, крупноплодные до конца сентября, а мускатные тыквы будем убирать в последнюю очередь, вплоть до устойчивых осенних заморозков. Также необходимо помнить, что оптимальное условие хранения тыквы это сухие вентилируемые помещения, температура допускается 18-20, она является оптимальной. При хранении тыквы лучше раскладывать в один ряд, а не накладывать плоды друг на друга. Надеюсь, что это видео прояснило все вопросы по готовности тыквы к сбору и хранению. Оставайтесь на канале Процветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!